Про, скажем так, дружеские отношения между Северной Кореей и Россией известно уже давно. Но насколько далеко они, эти самые отношения, могут зайти и что может угрожать Украине? Сегодня будем разбираться. Стало известно, что корейский лидер Ким Чен Ын готовится заключить с Путиным соглашение о поставке боеприпасов. Об этом сообщает координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что КНДР продолжает рассматривать вопрос о предоставлении военной поддержки российским военным силам в Украине. И у нас есть новая информация, о которой мы можем поделиться сегодня о том, что переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются. После этих переговоров обсуждение на высоком уровне может продолжаться в ближайшие месяцы. Ранее СМИ уже писали о том, что Северная Корея поставляет оружие России. Но на деле подтвержденных фактов этому не было. Хотя у Северной Кореи действительно есть достаточное количество боеприпасов, которыми они могут поделиться с Российской Федерацией. Снарядов артиллерийских 152-го калибра, 122-го, 100 танковых выстрелов 115-го калибра, 125-го калибра, минометных выстрелов 82-го калибра и так далее и тому подобное. Реактивные снаряды. Ну и, конечно же, сама техника. У Северной Кореи достаточно техники идентичные, очень схожие с российской, читай, советской. Оружие-то есть. А какой путь его передачи в Российскую Федерацию? Россию и КНДР объединяет одна очень важная логистическая артерия. Это мост «Дружба». Он может позволить пропускать через себя эшелоны, но существует одно «но». Но! В Северной Корее проблематика с железной дорогой. У них проблема с ремонтом, обслуживанием, восстановлением железнодорожных составов и даже железнодорожного полотна. С этим у них имеется серьезная проблема, поэтому десятки, сотни эшелонов в день вряд ли будут идти в Россию. Но даже если бункерный диктатор сможет договориться о нескольких эшелонах боеприпасов, это не очень-то и спасет Россию. Так как Российская Федерация еще со второй половины 22-го года страдает от нехватки техники и оружия. И чтобы закрыть этот вопрос, им нужно очень много попросить у корейского лидера. При тех объемах, которые будут поставляться, абсолютно не решим проблематику с дефицитом снаряда. То есть суточная поставка боеприпасов будет меньше суточного отстрела. А это только сама поставка. А еще логистика 10 тысяч километров. Это бесконечный должен быть налаженный поток эшелонов. Бесконечный просто. Чтобы в 24 на 7 он работал. А такой возможности не у Северной Кореи, не тем более у России, попросту нет. Без внимания со стороны Соединенных Штатов КНДР тоже не останется. Это и дополнительное санкционное ограничение, и политическое давление, и ряд других неприятных вещей. Даже не столько для Северной Кореи, сколько для Китая. Ведь в Соединенных Штатах прекрасно понимают, что без согласования действий с Пекином, ровным счетом Ким Чен Ын не будет делать никаких настолько откровенных и настолько самостоятельных шагов и действий в двусторонних отношениях с Российской Федерацией. Следовательно, не столько Северная Корея будет нести уже определенное давление ограничения и бремя, санкционное, политическое, экономическое и прочее, сколько Китай. Но Китаю, опять-таки, это абсолютно сейчас лишнее. Никакая помощь уже не поможет Российской Федерации выйти на тот уровень, с которым она начинала войну. Ровным счетом для Украины ничего не изменится. Это разве что поможет России продлить ее страдания на поле боя. Редактор субтитров А.Семкин